Конфликтов много насчет нового Battlefield, типа, почему вы критикуете эту игру, мол, вот она неправдоподобна, и что, вот Тарантино снимал свое, как так можно? Во-первых, у нас есть пример альтернативной реальности Wolfenstein, то есть есть пример, когда никто ничего не говорит против Wolfenstein, замечательная игра, замечательный сеттинг, классно, вот альтернативная реальность, все эти роботы, это все очень круто. Вопрос в одном, то, что Battlefield продвигался, как, вот посмотрите, есть скрины, может быть, кто сюда их скинет, насчет того, что мы просто сделаем идентично тому, что было, вы просто спутаете это с кинохроникой. И да, я понял, что мультиплеерный трейлер, это, дескать, как мультиплеер, и можно переделать как угодно, но реакция людей понятна, то есть они ждали Battlefield и EA Games, там, DICE заявляли, что мы делаем абсолютно историческую там игру, а потом они выкатывают это, и как минимум происходит диссонанс, потому что я привык к Battlefield, именно к такому вот, мне очень нравится. Да, я понимаю, что первый Battlefield во многом для экшена додуман, там, и стреляют быстрее, но, в принципе, он держится в пределах, но когда ты видишь трейлер Battlefield 5, или какой он там, ты немножко удивляешься, потому что это тебе подают, вот как Battlefield 1942, грубо говоря, но он не является таким. Дальше. Проходил ли Ведьмака? До сих пор нет, очень хотел бы, но нет времени пройти, я даже, тут была распродажа, я успел урвать God of War по скидону, его я тоже не прошел, я поиграл один раз, и вот нет до сих пор. Насчет Prey, к слову, жалко, я так и не прошел, закончил, в определенный момент, знаете, вот этот момент, когда ты играешь-играешь, потом делаешь перерыв, потом не возвращаешься, к сожалению, к Prey я не вернулся, потому что движение вверх тогда подступило, я уже начинал читать книгу Белова. Вот это было классно, я не знаю, я не рекламировал эту игру, к сожалению, я бы с удовольствием пропиарил ее где только мог, я очень давно не испытывал замечательных эмоций, наверное, последний раз, когда я играл в Зельду, ну хотя это не так давно было, но тем не менее, я с таким удовольствием поиграл в Prey. Мне очень понравилась эта игра, мне очень понравилась, очень обидно, что она у меня купилась, я куплю все DLC, делайте, я куплю. Мне очень понравилась Prey, безумно понравилась Prey, по многих аспектах, я читал даже все вот эти вот книги, которые там попадаются, ну, кроме, точнее, не книги, а записки, я читаю, мне очень интересно играть в Prey был. Мне очень понравилась Prey, повторю еще раз, DLC, DLC будут пиарить, сразу говорю, я, мне очень понравилась. Как тебе анонс Stalker 2? Ну, анонс как анонс, я не знаю. Так, так, нет, я не играл в Dota. Так, играл в прототип. Да, играл, мне первая часть нравилась, вторая грустно тормозила на взломанном Xbox. Не знаю, не знаю, почему. Жень, помнишь, ты делал ролик про Company of Heroes 2, сейчас ты думаешь, что все правильно сделал? Да, я считаю, что все правильно сделал. Единственное исключение, я неправильно сделал то, что у меня было два ролика, был один на русском языке, был второй на английском. В английском я перевел все документы, на которые ссылаюсь, и цитаты, и так далее, и так далее. На русском этого не было. И, ну, всегда можно посмотреть английский ролик, там все это есть. И еще одна ошибка, то, что я не акцентировал внимание на том, что у меня версии игры из коробки, потому что после обзора и скандалов, они внезапно изменили все. Точнее, не внезапно, очевидно, они внесли изменения патчем, и потом очень много людей приходило и говорило, Жень, там такого нет. И я говорил, да что вы говорите, а вот у меня стоит версия, которая из коллекционного издания Company of Heroes, потому что я фанатом был, и почему-то там у меня все есть. Ну, то есть они патчем исправили, люди думали, что я там набрал. И плюс очень много людей мне до сих пор приписывают то, что игру там запретил я или призывал. До сих пор никто ни одного пруфа не скинул, где что-то просил запретить и распространял какие-нибудь петиции, еще что-то. То, что 1С на пару недель, демонстративно решившись пропиариться, сказали, что мы не продадим никому, а в итоге все нормально продавалось. Это проблема 1С и этих людей, которые на это повелись. Тем не менее, запрещает государство, но в нынешних реалиях оно запрещает не в контексте того, что какая-то, не дай бог, грязь попадет в ваши детственные уши или глаза, или попадет на ваш компьютер. Не из-за этих побуждений добрых, как и всегда, в принципе, но особо понятно. Сейчас запрещают из-за того, что хотят сами больше заработать. То есть даже мнимого, мнимого запрета за счет того, что мы знаем как лучше, типа мы там высокоразвитые личности, вот это все нет. Сейчас просто из-за денег и при этом выдается, как будто мы просто знаем лучше. Смешно. Поэтому я против каких-либо запретов. И... А какое дело, против я или не против? Пабло приносит, не мешает никому, никто не будет запрещать. Все. И даже, ну то есть Красный Воробей, вот сколько скандалов было, вот-вот нас очерняют. Но эти скандалы поднимаются только, когда выходит какой-то российский фильм, и тот западный мешает прокату. А Красный Воробей вот... Как бы никого не удивил. Ну то есть... Хотя ладно, Красный Воробей это классная комедия. Да как и Чайлд 44, я когда смотрел... Ну Чайлд 44 я не мог смеяться. Но... Такое. Прям такое, конечно. Я сам там наблюдаю за... Мне очень нравились стримы, они сейчас закончились, к сожалению. Дискастингмен называется, ребята. У них были стримы, рубрика 20 лет, игр нет. Они делали про... Про старые игры. Я включал это, когда монтировал. Спасибо за это, потому что фильм ты не посмотришь, когда монтируешь. Нужно внимания очень много фильму и отвлечешься от монтажа. Но вот их стримы я смотрел. Именно в контексте старых... Они там в Командос играли, там в Unreal, еще что-то. Я с таким удовольствием работал в тот период, что я и слушаю что-то, вот приятные уху слова там про Командос, еще что-то. И параллельно монтирую. Я, то есть, не отвлекаюсь, в принципе. И не обязательно там информация, которая доносится, она не столь важна. Я уже не знаю, с чего я ушел сюда. Но, короче, я прорекламировал Свет и Дискастингмен. Парни, спасибо вам. Я обязательно приду к вам на гости Костя еще раз. Надеюсь, у вас с трансляциями, по крайней мере, такими, с старыми игрушками будет больше людей. Потому что я безумный фанат старых игр, я сам переигрываю. Недавно в Stronghold играли, точнее, я играл. Мы хотели с Энуаром поиграть в Age of Empires, но мы поиграли в Warcraft в третий. В Age of Empires он не вывез, потому что ему без разницы было. Но я понимаю, что это во многом играет непосредственно ностальгии во мне. Я очень люблю Age of Empires. И мы как раз открыли для себя Northgard. Она не так плохо выглядит, как Warcraft 3. Все-таки, к сожалению, время прошло много, и Warcraft 3 очень слабо выглядит сейчас. Особенно камера мне не очень нравится. А вот Northgard, мне очень понравилась эта игра. И вот мы недавно играли классно. Так я о чем? Я не знаю, я ушел. Короче, Дискастингмен, парни, спасибо. Вот к чему я ушел. Делайте больше стримов про старые игрушки. Я буду вашим зрителем постоянно. Это я не... Вот, это я шел к чему. То, что стримы, это тоже вполне я являюсь зрителем стримов определенных. И это я про себя говорю, лично себя. Мне кажется, что я стану обесчестенным, обесценным. Лишусь какой-то ценности. Вообще, в целом, я бы не стал смотреть подобные свои стримы, по крайней мере. Ну, просто, может быть, мне не нравится мой голос, и я сам себя ненавижу. Вот. XCOM. Я до сих пор не оценил XCOM, потому что я ближе к реализму. Мне нравится Silent Storm. Я знаю, что в контексте роботизированных экзоскелетов это странно. Но мне нравится Silent Storm. Мне нравится Jagged Alliance. Мне нравится, где, короче, реальные орудия и, в принципе, более-менее современные события или, ну, там, исторические события. То есть мне нравится Огнестрел и вот время, там, от Великой Отечественной, Второй мировой до 2020-го времени. Это годы, например, там, игры определенные. А XCOM, к сожалению, прямо в будущем. Во что играешь? Сейчас ни во что. Скачивал, годы в VAR не поиграл. И, опять же, советую всем Northgard. Как задонатить? Не надо донатить. Будет обзор, донатьте тогда. Сейчас не надо донатить. Мне не составляет труда запустить стрим и поговорить с вами. Поэтому я так редко... Просто сломался человек. Heart of Iron 4. Я боюсь садиться за эту игру. Она отнимет очень много времени. Она как цивилизация. Я этого боюсь. Fallout 76. Я до сих пор не знаю даже, что сказать насчет этого. Потому что... Я не знаю. Не знаю. Играл ли я в Ведьмака? Я, естественно, играл. Конечно же. Ведьмак мне напомнил времена, когда играл в Fallout. И я думаю теперь прочесть... Настолько сильна игра, что я думаю прочесть непосредственно книгу. Хотя их там много, но цикл книг. Читал ли я сценарий Звездных войн? Мне фильмов хватает. Спасибо. Я не увожу. После седьмого эпизода я насытился. Смотрю только обзоры. Но говорят, да, сериал, вышедший недавно, замечательный. Возможно. Судя по тому, как об этом говорят, как и про игру Fallout Order, по-моему, она называется. Это великолепно. Надо, надо, но все никак. Мне кажется, всех сразил маленький... Этот... Йода. Мне кажется, вот он там появился. Видимо, как я... Я не смотрел, опять же, он оттуда. Откуда еще ему взяться. И он покорил все сердца. Возможно, я ошибаюсь. Я, опять же, не смотрел. Про новую игру Кодзимы. Я не играл. Я даже в Red Dead Redemption не поиграл до сих пор. Последнее время играю только на Свиче. И я понял, что это чертовски удобно. Потому что, чтобы включить какую-то игру, тебе надо что-то включать. А Свич запустил, и она запускается с того же момента. Понятное дело, что я играю в какой-нибудь War is Mine. Какой-нибудь симулятор фермера. Ну, вот эти... Старею, понимаете? Симулятор фермера. Забыл, как игра называется. На самом деле, очень замечательная. И Into the Bridge. Если у вас есть что-то, поставьте Into the Bridge. Наверное, по-моему, она так называется. Величайшая игра. Простая, как две копейки, но такая замечательная. Обожаю эту игру. Так, Чернобыль снимали на Западе. Что мы снимаем? Типа, серьезно. Ладно, в контексте игр, когда там за Company of Heroes многие говорили, ну, сделайте свою игру. Здесь можно было противопоставить то, что, ну, пацаны, у нас нет игропрома. Мы ничего сделать не можем, но мы имеем же право критиковать другое. Типа, почему нет? Они же нашу историю имеют право брать. Почему мы не можем критиковать их игры или фильмы? Но с фильмами, как бы, мы критикуем Чернобыль, но при этом движение вверх, пацаны. Еще обзоры на игры будут. Хотел сделать на... Как в старые добрые времена на Call of Duty, но не успел. Нельзя обосраться, но мы обосрались. Так. Играл To The Moon? Нет, не играл. Я был воспитан на Fallout. В определенный момент у меня не было никаких игр при переезде. Был только Fallout. А Fallout принесли за два года до этих событий, до переезда. Я запустил его и говорю, говно какое-то. Пошаговое. Господи, какие дауны играют в пошаговое. И вот мы переехали, и нету дисков. Я запускаю Fallout и просто проваливаюсь. Я вот эту вот пошаговую систему принял. Провалился, и с тех пор я обожаю пошаговые игры. Обожаю Fallout. И в какой-то момент я поиграл во все постапокрептические игры. Вообще во все. Last Day of Guy. Вообще во все проиграл. И начал... Ну, нету контента. Надо было книги какие-то читать. Фильмы тоже все пересмотрели. Даже самое просто днище. Итальянское все вот это... Итальянские пародии, скажем так, на Mad Max. Все пересмотрел. И в какой-то момент отец мне подсунул книгу. По-моему, Мародера она называлась. Такая вот книга была. Про постапокалипс. После нее метро. Вот это все. Все вообще про постапокалипс. Все прочел. И потом пошел по накатной. Уже другие книги читать. Спасибо. С тех пор читаю книги. Так. Новую игру от создателей Fallout New Vegas не играл. Не играл, но очень, очень хочу. Ну, сейчас он выйдет на нормальных носителях. Ну, не на нормальных носителях, а в нормальных этих... В стиме выйдет. Как относишься к игре S.T.A.L.K.E.R.? Я все время... Уже сколько лет? Сколько лет? Лет 10? Больше. В седьмом году она вышла, да? Вот с того момента, как я в нее первый раз поиграл, я слышу эту гребаную мелодию грустную. Ее у костра играли. И там какой-то завыва... А, нет, не у костра! Господи! В... В баре. Она в баре постоянно играла, где монитор был с альфа-версией, по-моему, S.T.A.L.K.E.R.A., которую я купил когда-то, думая, что это полный S.T.A.L.K.E.R. Ну, дебил малолетний. Малолетний дебил. Купил игру S.T.A.L.K.E.R. Я на пиратском рынке купил S.T.A.L.K.E.R. Пошел домой, поставил... Вот эта утекшая альфа-версия была. И у меня такая сильная ассоциация и с этим моментом, и с тем, что я зашел в тот бар, и вот эта музыка, и она до сих пор в голове играет. И грустное замывание какое-то. Сколько же неба коптить? Вот так я отношусь к... Это метафизическое отношение уже к этой игре. Ну, блин. Сейчас анонсировали вторую. Ой, пацаны, сейчас руна вторая вышла. Я тоже любил руну. Ох, блядь. Пацаны. Я даже не знаю. Вообще, что выходит новая. Ну, сейчас халфа выйдет. Вот халфа норм. Сейчас халфа выйдет на VR, слава богу, не поиграя. Как ты относишься к новой Call of Duty? Я говорю, что обзор я не успел сделать. Поиграть тоже не успел. Последняя была Black Ops. Ну, сука, они до сих пор не... Возможно, сейчас починили. Но сейчас уже монетизация. Срал я на эту игру после того, что они сделали с монетизацией. Activision, иди в жопу. Blizzard, иди в жопу. Иди в жопу. Потому что... Я... Суки. Серьезно. Вот это говно, которое сейчас практикуется в игровой индустрии, я просто вертел. Скажите, что у вас будет монетизация. Окей. Хотя это тоже говно. На самом деле монетизация, типа... Да шкурки ни на что не влияют. Все влияет. Я в... В грёбаном, я не знаю... В Fallout, да, там нечасто менялись скурки при смене брони. Но я мог поменять, и всё было норм. В каком дябло я менял броню, я это видел. Опять же, не каждый раз. В грёбаном Age of Empires я мог раскрашивать. Я хотя бы цвет мог выбирать флажка своей фракции. Хотя бы! Сейчас, блядь, за это деньги платить. Вы не охерелили. Это фулл прайс игра. Короче, мы уходим не туда. Но жопа горит от того, что эти мрази, игровые вот эти вот твари, выпускают игру без монетизации, а потом её интегрируют. Уже после того, как рецензии все написаны, все проданы копии, эти суки туда врубают, опять же, монетизацию. И рейтинг, блядь, не меняется. Или меня... Нет, не меняется, по-моему. То есть, изначально какие-то вот подобные игры с каким-то... Какие-то игры где-то, кого-то, когда-то. На самом деле, подобные игры, где есть монетизация, они, как я знаю, по крайней мере за рубежом, на них накладывается определенный рейтинг. Если там есть гэмблинг, как это называется, казино, вот когда есть казино, рейтинг, по-моему, выше. Они выпускают игру без этого, и потом внедряют, и идти всем насрать. По крайней мере, с покупками они так делают. Короче, Call of Duty, иди в жопу. Но в новую, говорят, там стрельба хорошая, но опять же, ребят, настолько там стрельба хорошая, что все забыли про Insurgency 2. Insurgency 2. Советую всем, ребят. Рекламирую всем. Insurgency 2. One Love. Серьезно. Я играю в нее. Я играю. Не часто. Уже давно не играл. Но советую. Я надеюсь, что у этих разработчиков все будет замечательно. Это не такая крупная студия, но мне очень нравится эта игра. Насчет реалистичности стрельбы, опять же, Call of Duty, вот эта игра, я не знаю, на каком уровне, но мне кажется, Insurgency должна быть лучше. Поэтому дуйте лучше в Insurgency. Советую и рекламирую. Я еще кого-то хотел прорекламировать на этом стриме. Надо вспомнить кого. 5 секунд. iPad, помоги. Сейчас, подождите. Минутка рекламы. Пока давайте какую-нибудь тему обсудим. Раз мы не часто с вами видимся, давайте обсудим какую-нибудь тему. Пока тему можете побросать. У меня минутка рекламы сейчас будет, потому что я уже чувствую себя не очень хорошо по поводу того, что ребята очень помогли мне, а я не отблагодарил их до сих пор, что меня расстраивает. Я должен их отблагодарить. Я, наверное, еще пост... Надеюсь, вы не обидитесь за столь маленькую интеграцию ребят, которые делают все своими, собственно, руками, своим производством. По-моему, они из ЕКБ. По-моему, из ЕКБ. Я вечно забываю название. Сейчас пока прогрузится. Пока посмотрим. Но обязательно будет еще одна рекламная интеграция. Я обещал, я сделал. Голосуйте за меня на выбор. А, там все уже распределено. Поздно, я не выиграю. А, нет, вот, вот... Да! Я прорекламирую ребят из GameFit. Это ребята делают органайзер для настольных игр. Если вы играете в настолки, и вам не нравится вот это раскладывать, обратитесь к ребятам. Они сделают доставку. Да, они не из Москвы. Да, они из Екатеринбурга, насколько я помню. Или, возможно, из другого города. Возможно, они вообще еще дальше. Я уже забыл, где мы встречались с ними. Они просто дали мне под Новый год органайзер Cosmic Encounter. А я очень люблю Cosmic Encounter. Я душу просто продам за эту игру. И я, чтобы нам было удобно в нее играть, всей компанией, я попросил у них органайзер. Они мне прислали, и сейчас чертовски удобно в нее играть. Если кто-то играет в настольные игры, не обессудьте. Посмотрите, у ребят какие-нибудь деревянные органайзеры. Все удобно. Извините за эту рекламу. Почему нет рекламы? Вот она, реклама ребят, про которых, к сожалению, мало кто знает. Но если в настолке... Да, некоторые, опять же, дорого стоят. Относительно, там, тысячи рублей, полторы. Но я некоторые игры настолько люблю, что я для многих, для кого нет органайзеров, я там закупаю какие-то коробочки с Алиэкспресса. В них кладу эти фе... Я ебнутый по теме настолок. Я даже могу не играть в настолке долгое время. Я просто разложу. И потом через полгода, когда найдется свободная минута, запущу, поиграю. Последний играл... Господи, забыл. Кленк, по-моему. Да, Кленк назывался. Советую, кстати, настольная игра Кленк. Ребят, советую. Очень неплохая игра. Весело, задорно. Но самая моя любимая Cosmic Encounter. Ее нет на русском. Кто-нибудь издайте. Любое... Хобби-ворлд. Гага-геймс. Кто там у нас еще есть? Лавка игр. Я всех перечислить не смогу. Кто-то еще есть? Кто еще есть? Напишите в комментарии. Я, к сожалению, не вспомню всех издателей. Короче, издайте кто-нибудь. Пожалуйста. Пожалуйста, издайте. Я буду пиарить бесплатно. Никаких денег не надо. Просто, чтобы купили эту игру. Ну, какую-нибудь настолку мне пришло, эти бонусы. Вот. А мне больше ничего не надо. Я буду пиарить, что я силу Cosmic Encounter. Я фан, собственно, этой настолки. Как ты относишься к приставкам? Есть ли? Sony. Так как мы друзья с Sony. Sony мне прислали Sony. У меня до этого была Sony, но она обычная была. Они прислали обновление. К сожалению, я запустил только God of War немного поиграл. Понятное дело, что я играл во все до этого игры, которые были. Но сейчас я последний запускал. God of War не прошел. В итоге я перешел на Switch. Полностью перешел на Switch. Я даже на компе ничто не запускаю. Switch. One love, пацаны. Играл в Warhammer 40k Wargame. Да, я сказал, что я ебнутый по теме настольных игр. Но не настолько. Не в плохом смысле. Но это очень сложно, мне кажется. Это очень интересно, но это очень сложно. Я слишком тупой и слишком... То посмотрите на эти клешни. Как вот этим говном можно... Я раскрашивал тут фигурки для... Для Дракулы. С тех пор мы не играем в Дракулу, чтобы вы понимали. Настолка такая Дракула. Тоже советую всем. Советую. По-моему, Hobby World издавали. Да, Hobby World. Советую всем, пацаны. Да, сложновато будет. Но советую всем. Посмотрите... Посмотрите... Эту игру. Так, у меня причесон слег. Сейчас. Чтоб, ну... Что вот этот сопля не висел. Сейчас у меня немного оттормаживается трансляция. Сейчас увижу, висит ли сопля вот эта. Висит? Нет? Ну не там, смотри. Сейчас уже здесь можно смотреть. Вот, спасибо. Я обещаю, что я поеду рано или поздно, но я до сих пор не съездил к ХЛЕ и не поиграл в какую-нибудь игрушку с ним. В какую-нибудь, если вы понимаете... Нет, на самом деле в какой-нибудь... Какой-нибудь beat'em up, там, какое-нибудь говно, типа, стрит рейдж. Вот такую херню какую-нибудь запустить, чтобы поиграть весело было. Вот тоже отношение вот это... Когда у нас не получилось шоу, когда вот мы сняли пилот Саши Грей, не получилось шоу из-за отснятого материала и так далее, и так далее. И, как бы, вот такие воспоминания приятные, в общем-то, уже. Хотя нас тогда тоже кинули, но... Ладно, ребят, надо вспоминать хорошие, там были хорошие моменты. По крайней мере, мы с Сашей Грей дали гармошку. Подарили просто гармошку, я съездил на Авито, ее купил, и мы подарили ей. Вот. Так. Ждешь ли Cyberpunk 2077? ЕСТЕСТВЕННО! Как можно не ждать? Ну, потому что, ведьмак. Пацаны. Братья-поляки. Не подведите. Я думаю, что не должны подвед... Ну, единственное, что меня страшит немножко, что... Ну, амбиции, о, ребят, прям... Прям... Прям пипец, конечно. Амбиции, амбициозные ребята, и замах такой вот... Просто я почему чуть-чуть подостыл? Я очень жду, безумно жду. Но вышла игра от Кодзимы. И там замах-то был, замах-замахач. А потом что-то как-то... Не очень... Не скажу, что это... Я не играл, что я буду говорить тут, что я... Как бы экспертный... Здравствуйте, я эксперт. Там можно кишки наматывать, вот это вот... Death Stranding Doka 2, вот это говно. Опять мемы. Я весь уже мемный. Я... Я как Танос... Меня как будто Танос ударил, но я разваливаюсь не на эти, а на мем... Нет, это тоже мем! Все мем. Все мем. Так. Сайберпанк, киберпанк... Я не знаю. Ребят, посмотрите на меня. Хватит. Вы должны по лицу понимать уже все. Это все. Я прошел школу Невского как бы по-английскому. По бодибилдингу нет. Вы как бы видите отсутствие красивой груди. Вот, поэтому я только английский прошел у него. Запиливал английским от Тимати. Че вы от меня, бля, хотите? Так. Играл в Мор Новый. Нет! Но мне жалко этих ребят. Поддержите Мор! Мор! Еще одних ребят мне жалко. Не только... Не только... Аксенова... Я надеюсь, я правильно его фамилию говорю. По-моему, да. Не только, значит, GameFit, который делают органайзеры. Но и Мор! Ребята, которые делают Мор. Я надеюсь, у вас все будет хорошо. Я не играл в новую, я играл в старую. Но я... Зулин, сделай обзор на Мор! Восьмичасовой! Где вообще Зулин? Где его обзоры? Мы все ждем в восьми часах... Я готов хоть сто часов смотреть его обзоры. Пусть он только выпускает, пожалуйста. Ну и на Мор, конечно, тоже. И Мор выпускайте. Короче, всех жалко, все выпускайте. Звездный войн Скайуокер. Восход. Последняя надежда саги. Нет! Уже нет никаких надежд саги. То есть... После седьмого фильма уже было понятно такое... Типа... Нет. Крупный проект уже не выгорит точно. То есть... Я как Ванга сейчас говорю, конечно. Но мне кажется, что крупный проект... Типа они все делаются по лекалам... Менеджеров, грубо говоря. Я не знаю, правильно ли я сформулировал или нет. Вот у них есть... Типа мы должны сядь вот так, вот так, вот так. Здесь ставить вот это. Здесь будет шутейка. Здесь Рэй махнет мечом. А здесь Вуки скажут... А-а-а! И в общем-то все прям понакатанный, потому что так просчитано в отчетах. И надежда есть только на какие-то сторонние проекты, которые снимаются чуть ли не из-под полы или... Типа, блядь, с барского плеча, держи говна, поешь денег. А-а-а... Снимешь плохо, да какая разница, все равно скупят, потому что это Звездные войны. А-а-а... Снимешь хорошо, ну классно. Вот так получилось с сериалом, который вышел. Я все боюсь называть вслух это название, потому что я ошибаюсь в... Собственно, в названии. И так вышло с игрой. До этого EA Games делала все по... Опять же, тем же... Так, нам нужно выпустить Battlefront, нам нужно вот это туда, вот это. Давайте запихнем лутбоксы, давайте больше денег. А-а-а... Вот этот Fallen Order они выпустили, типа... Ну, давайте, что, погнали, наверное, сделаем, ну... Ну, сделайте, канон надо держать. Ну, там даже лутбоксов нет. Игра от EA Games. За правами Disney, и они не пытаются нажиться. Алло! Ну, то есть, это шок. Это, 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 это удивительно. Поэтому надежда в Звездных войнах тоже на вот такие проекты, как вот вышел сериал, и вы, судя по всему, в комментах подтверждаете, что так оно и есть, и надежда только на такое кино. Да, тут люди начинают извращать это название. Я боюсь именно так прочитать. Я сейчас начну говорить название, я... Извините меня, дислексия. Да, я даже с этим словом запоролся. Короче, отстаньте. Дальше. Так. Ждешь Doom и Тернул? Конечно же, жду. Я большой фанат Doom 16-го года. Я даже третий. Третий тоже связан с воспоминаниями. И второй, и первый. Все играли у родителей на работе. Если вы играли дома, сука, мажор. Если вы в 90-х играли в Doom не на работе у бати или у мамы, то... Или ворвавшись в квартиру с разбойным нападением, потому что вы браток из 90-х, то я не понимаю. Мажор. Поэтому жду. Гоните его, просите денег у него. Так. Как тебе Quantum Break? Так и не сыграл. Я хочу геймплея. Я не готов тратиться на не геймплей. А там большая часть... А, нет, это... Да. Там же большая часть... Не про геймплей. Я правильно же... Да. В контроле меньше вставок, насколько я помню. Но... Больше геймплей... В контроле я, скорее всего, попробовал поиграть. Напишите, как вам. Я не знаю. Кстати, Bad Tour. Bad Tour 3D надо, если будет делать. Вот этот, наконец-то, приплел 3D. Когда он ушел из моды, надо, наверное, VR приплетать. Сейчас VR везде приплетать. Уже тоже это перестали. Valve анонсировали свою эту... Свою помойку на гол. Не помойку, конечно. Тысяча долларов. Тем не менее, VR приплели уже. Тренд прошел. Так. Посоветую игру для компании настольную. Какая же игра? Для компании, естественно. Если вы готовы пройти через тот ад, через который я прошел. Я наклеивал там более уже 100, наверное, карт персонажей. И более 200 карт обычных. Космик Энкаунтер. Советую всей душой. Если нет, если у вас человека 3, пандемия. Если вы заморочены, любите Лавкрафта, Древний Ужас. Если вы только начинаете играть в настольные игры. Бэнк. Классная игра. Дуэльный Бэнк. Если вдвоем охренительно. На кубиках можно. Она быстрее гораздо. Что еще? Что еще? Что еще? Для компании. Ну, если вообще по лайту. Какие-нибудь котята взрывающиеся. Всегда заходят. Если это первые игры, вам нужны такие неглубокие. Если такие прям сложные, замороченные. Комната 25. Замечательно. Каждый Новый год мы играли до этого в нее. Года изменились. Настало время Космик Энкаунтера. Так. Играл ли когда-нибудь в D&D? Нет. Жень, как ты расслабляешься? Я играю в настольные игры. С друзьями. Слушаю какую-нибудь музыку. И употребляю какое-нибудь вино. То есть, какое-нибудь белое сухое вино. Вполне себе. Играть в настольные игры или обсуждать какую-нибудь херню. Или смотреть какое-нибудь говно толпой. Всегда весело. Но настольные игры дают больше всего эмоций. Мы когда ездили снимать в Волгограде. Непосредственно обзор на Братство. Это, наверное, лучшие эмоции за год были. Потому что вы бы видели эти партии. Это надо транслировать. Таких эмоций, наверное, в казино не испытывают. Единственный человек, который их испытывает, это который, который... Ёбаный рот этого казино. Вот он на уровне нашем был. В остальном советую всем настольные игры. Спасибо большое, что составили меня компанию на этой трансляции. Спасибо. Извините, что я мало провожу вообще трансляции. Но я надеюсь, возможно, если все будет ок, возможно, будем чаще видеться. Мне, в принципе, понравилось сообщение. Я не знаю, как вам. Но надо будет как-то определиться с вопросами. Возможно, какие-то темы... Может, опросник какой-то сделаем или что-то соберем, чтобы были вопросы, чтобы мы могли прям пообсуждать. Не просто твое мнение про фильм, бык. Ну, что-то, что можно было обсудить. В общем, спасибо вам. И до скорых встреч. Все, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok